друзья всем привет с вами канал observer меня зовут артем и в этом ролике мы поговорим на очень интересную тему а именно попытаемся развеять мифы вокруг биноклей монокуляров и зрительных труб от бренда комс казанского оптико-механического завода поехали в этом видео мы осадим токсичных комментаторов на нашем канале и расскажем в чем они не правы разберемся действительно ли комс использует гостовские призмы почему многие пользователи превозносят казанскую оптику до идеала и что думают об отечественных биноклях на западе друзья хотим напомнить что наш канал посвящен тематике оптической техники астрономии и микроскопии поэтому если вы интересуетесь данными темами обязательно заходите на канал я думаю вам понравятся наши ролики также в описании под видео вы найдете ссылку на наш инстаграм аккаунт обязательно переходите и подписывайтесь и конечно же скидку на покупки в интернет-магазине observer-msk.ru приобретайте оптику сабсервер по самым выгодным ценам ну а мы пожалуй начнем в российском сегменте интернета посвященном оптической техники приборы комс имеют свое отдельное место во первых хотелось бы уточнить что это приборы с очень широкой и богатой истории которые были широко популярными в советском союзе да и в принципе остаются такими даже сейчас но вот количество мифов заблуждений и откровенной необоснованной идеализации вокруг них сложилось также немало что кстати зачастую подогревают некоторые блогеры которые приводят свои домыслы в качестве незыблемых фактов конечно же далее это разносится среди других любителей оптики и со временем начинает транслироваться в интернете как абсолютная истина именно такие мифы мы хотим сегодня развить в нашем видео кроме того они напрямую касаются и нас зачастую в комментариях под нашими видеороликами многие пользователи оставляют крайне негативные комментарии касательно продукции других брендов при этом приводя в пример бинокли монокуляры и зрительные трубы от казанского оптико-механического завода конечно же в действительности ситуация обстоит не так комс не является краеугольным камнем современного оптического рынка и безусловно модели других производителей как минимум заслуживают такого же уважения и внимание к себе первое с чего хотелось бы начать это с чем мы столкнулись под опять же рядом наших последних видеороликов на канале это призма в приборах комс который соответствует некому государственному стандарту и называются так называемыми гостовскими что якобы возвышает их над оптическими схемами применяемыми в продукции от других брендов заблуждение это или истина давайте разбираться гостовские призмы крайне непонятный момент корни которого скорее всего происходит из домыслов отдельных любителей оптики современные бинокли комс производится по собственным техническим условиям завода эту информацию можно легко найти на сайте производителя там же есть примечание о том что приборы действительно соответствуют двум стандартам гост это гост 50 909-96 и 7048-81 1 регламентирует требования к безопасности оптических приборов и методы испытаний а второй принципы маркировки и допуске технических показателей как вы понимаете ни в одном не во втором случае не содержится никакой информации о конструкции призм и других оптических элементов более того даже при длительном поиске в интернете я в принципе не нашел какого-либо госта описывающего конструкцию призмы оптического прибора если вы знаете такой гост напишите о нем в комментариях будет интересно его изучить нападки на продукцию прочих производителей сборка моделей которых осуществляется в китае из разряда это пластиковая игрушка яйца на 2000 рублей и прочее даже таких именитых как никон canon ливен гук чьи приборы признаны любителями оптики по всему миру и считаются превосходными бюджетном и среднем ценовом сегменте абсолютно не обоснованы и выдают в комментаторах людей я не хочу никого обидеть но слабо разбирающихся в оптике что вы например скажете о том что многие модели даже такого крайне уважаемого бренда как карл цейс также собираются на заводах в азии при прямом непредвятом сравнении моделей комс и схожих по характеристикам инструментов из бюджетного сегмента от любого другого мирового бренда зачастую в аутсайдерах остаются именно отечественные изделия да они имеют полностью металлический корпус до призмы в ложе держится на растяжках они на клею но при этом их эргономика и что самое главное оптические свойства очень и очень средние мне понравилась фраза в одном из отзывов о бинокле комс на сайте а рекоменд от одного из пользователей которые на мой взгляд очень емко отражают ситуацию с идеализацией отечественных приборов некоторые путают бинокль с кувалдой тем временем и без несовершенств оптической схемы недостатков у моделей комс также хватает на что ярые приверженцы бренда также тактично закрывают глаза во первых это архаичный дизайн что самое главное отсутствие возможности установки на штатив а также металлический корпус без резинового покрытия на ряде моделей который нагревается на солнце и замерзает на холоде держать такой бинокль монокуляр или зрительную трубу в ладонях на сильном морозе крайне неприятно и даже более того может привести к травме пользователя во вторых это торчащий из стыков частей корпуса герметик крайне портящий эстетический вид моделей многие покупатели впервые столкнувшиеся с отечественными приборами зачастую путают его с грязевым налетом в третьих это наглазники на окулярах сильно режущий угол обзора как можно допустить такую конструктивную ошибку и невзирая на повторяющиеся из года в год жалобы пользователей оставлять ее без внимания в четвертых это зачастую слабый контроль качество допускающий пыль на внутренних элементах прибора и окалину на стекле и это на абсолютно новых моделях полученных напрямую с завода в пятых это пресловутое отсутствие крышек объективов в комплекте с приборами к сожалению за последние полвека ассортимент гражданских моделей биноклей монокуляров и зрительных труб от комс практически не изменился приборы сильно отстают от трендов мирового современного оптикостроения кто-то может сказать что это приверженность традициям но говоря объективно это скорее стагнация бинокли комс впрочем как и приборы многих других советских заводов являются по сути копии знаменитых немецких моделей карл цейс джена созданных по схемам и на оборудовании полученными советским союзом от германии после второй мировой войны в качестве репараций а теперь посмотрите как сильно разница путь пройденный за 75 лет брендом карл цейс и комс сравните образцы приборов из 1945 года и 2021 здесь как говорится без комментариев многими фанатами бренда утверждается факт широкой популярности продукции комс за рубежом однако на самом деле ситуация обстоит несколько иначе среди наиболее популярных англоязычных сайтов посвященных оптической техники наибольшее количество упоминаний около 20 тем за практически последние пять-шесть лет а это друзья не очень высокая частота можно найти на ресурсе birdforum.com на таких же сайтах как например оптик тире talks . ком или best бина viewer нет упоминаний о биноклях комс совсем в целом пользователи из европы и сша действительно проявляют некоторый интерес к приборам комс как и к другим раритетным бюджетным моделям при этом практически в каждом обзоре акцентируется внимание на проблемы с контролем качества конструктивные особенности о которых мы говорили ранее и принадлежность модели к сегменту инструментов начального уровня таким образом многие так называемые факты распространяемые радикальными сторонниками комс в том числе и в комментариях под нашими видео не находит подтверждение в реальности друзья данным роликом мы нисколько не хотим принизить достоинства продукции казанского оптико-механического завода а они действительно есть и приборы бренда безусловно заслуживают интереса скорее мы хотим снизить уровень мифов и необоснованной идеализации моделей комс которые зачастую ведут к принижению продукции многих других не менее достойных уважения производителей а также откровенного негатива абсолютно не подкрепленного фактами и никак не связанных с реальностью в их адрес что ж друзья я надеюсь данное видео было вам полезно она определенно составит предмет для дискуссии поэтому все свои мнения пожелания комментарии ну и конечно же критику оставляйте в комментариях под роликом давайте общаться и делиться информацией мы всегда открыты к диалогу не забывайте ставить лайки подписываться на наш канал и нажимать на кнопку колокольчик чтобы быть в курсе всех новых выходящих на нем материалов и также не забываем что в описании под видео вас ждет промокод на скидки на покупки в интернет-магазине observer-msk.ru но я с вами прощаюсь всем пока а